Практическая психология Да, фраза такая. И вот знаешь, я сейчас немного из своей практики, когда в Москве была на конференции, попала на секцию к Татьяне Мужицкой, и потрясающая методика была, когда она достает из своей большой сумки печать. На этой печати, если ты её ставишь на чистом листе бумаги, появляются слова «я разрешаю», да, и ты понимаешь, что всё после вот этой бумажки, этого разрешения, ты можешь себе позволить всё. На самом деле, именно когда мы вдруг понимаем, что ты сама себе разрешаешь многие вещи, да, вот давай сейчас поговорим с самого прямо начала. Итак, в детстве. Что у нас происходит в детстве? Все мы родом оттуда. Ну, естественно, в детстве необходим и очень важен воспитательный момент. Нужно заложить ребёнку некоторые ограничения, некоторые границы для того, чтобы он вёл себя безопасно в обществе, да, и, ну, соответственно, мог вести себя так, чтобы в первую очередь обезопасить свою жизнь, ну, не привлечь в себе неприятностей, и во вторую очередь, чтобы социализироваться и быть таким же, как все. Это важно. Да. Потому что человек – это животное, я скажу животное, я не постесняюсь, социальное, нам всем нужна стая, и мы общаемся в рамках норм, принятых в нашем сообществе. Если бы у нас не было воспитания, мы бы жили, как звери в джунглях. Это необходимый момент. Просто почему я на этом заостряю внимание? Есть такой перекос, что в детстве всё было плохо, и многие позитивные психологи, которые продвигают позитивное мышление, говорят о том, что вот какие неправильные установки нам заложили, и вот мы своим детям будем только правильные закладывать. Ну, ребят, если ребёнку можно всё, где эта граница, где он нарушает права и свободы другого ребёнка, а другого человека, вы точно хотите жить в таком обществе? То есть вот накладывание ограничений – это естественный и очень важный процесс. Начнём с этого. И, конечно, когда ребёнок взрослеет, кто-то раньше, кто-то позже, начинает проверять вот эти вот нормы и ограничения на прочность. Ну вот давай сначала, значит, получается так, что вот в твоей семье появилось маленькое чудо, да, и ты понимаешь, что сейчас процесс воспитания – это твоя зона ответственности как родителя, и ты начинаешь, ребёнок же как ориентируется, вот это можно, вот это нельзя, да, ай-яй-яй, да, и это первые запреты, которые он понимает, что это запрещено, значит, мне это нельзя, и я слышу родителей или значимых для себя, людей взрослых, и ориентируясь на это, иду по жизни. Ну, да, вероятнее всего так. И без этого, в принципе, нельзя, да, хотя, вот говорят, в некоторых странах есть периоды, когда, ну, там такая тактика, да, родительская традиционно заложена, что ребёнку можно всё до какого-то определённого периода, а вот потом уже начинаются процессы вот этой шлифовки, да. У нас в России с первых моментов есть чёткие понимания во многих семьях – вот так хорошо, вот так плохо? Ну, знаешь, я бы сказала, наверное, что это исторически заложено, да, вот, потому что мы всё-таки жили какое-то время в тоталитарном режиме, и если ты очень сильно отличаешься от других, ну, у тебя был шанс просто где-нибудь на Колыме погибнуть, поэтому мы этого уже не помним, наши дети не знают об этом. Я родилась в 86-м году, когда уже СССР разваливался, и он развалился, но стратегии выживания поведенческие, мимикрия под более продвинутый вид, грубо говоря, она существует, она впитывается с молоком матери, там, я не знаю. И единственное, о чём бы я сказала, вот, ориентироваться на ограничения, ребёнку нужно объяснять, почему нельзя. Чтобы он чётко понимал, чтобы не было вот это всё «нельзя, нельзя, нельзя, нельзя». Во-первых, когда, то есть как работает детская психика, да, мы с вами знаем, что один запрет воспринимается адекватно, но если 5 или 6 запретов подряд, это истерика, потому что детская психика не готова вместить столько «нет». И, грубо говоря, если ребёнку нельзя конфеты, не нужно ходить с ним в магазин с огромными конфетными прилавками, потому что он 8 раз у вас попросит разные конфеты, и потом у него будет срыв. То есть нельзя, потому что мама так сказала, это, конечно же, это не ответ, и это грубая фрустрация вообще ребёнка. То есть ребёнок не понимает, почему нельзя. И вот, ну это, кстати, технология запрета, которая вот была там, ну, при воспитании там в 50-е, в 60-е годы. Нельзя, потому что нельзя. Ну, то есть всё, у тебя другого выбора нет. Объяснений никакого больше. Нет. Во-первых, люди сами не знали, как это объяснить своим детям. Во-вторых, у них не было на это ресурсов психических, эмоциональных, временных, ещё каких-то. Всё-таки страна жила в режиме выживания, и, наверное, может быть, где-то и продолжает жить, но просто сейчас немножко другая обстановка, немножко другая среда. И вот, возвращаясь к запретам, мы должны понимать, что ребёнку нужно объяснять. И когда мы свой вот этот вот лист запретов составляем, там, нельзя то, нельзя это, нельзя пятое, нельзя десятое, мы должны сами себе объяснить. Это нельзя, потому что мне мама запрещала, ей запрещала бабушка. И что это, моя дочь или мой сын? Как это ему будет можно? Нам же было нельзя, и нужно самому этот лист для себя подчеркать, понять, это действительно адекватное ограничение, или это пережитки прошлого, и на сегодняшний день это ограничение неактуально. Отлично, мне очень понравилось. Итак, я попробую тоже завести лист того, что мне нельзя. Это, в принципе, на самом деле, хороший такой скрининг, да? То есть посмотреть, а твоё вот это нельзя, это откуда? Откуда ноги-то растут, да? Да, это важно, это важно понять. И просто когда мы эти запреты накладываем, да, детям нужно задавать вопрос. Это вот как бы ему или ей нельзя, потому что я сейчас боюсь? Ему или ей нельзя, потому что у меня в детстве был какой-то опыт, ну, грубо говоря, там, мама не запрещала качаться на качеле, ребёнок упал, и как бы была там травма какая-то. Ребёнок это запомнил, и дети мои на качелях только сидят, не качаются. Ну, предположим, ну какое же это детство, если ты не качаешься на качеле? Какое же это детство, если ты не падал с неё? Ну что, это необходимо, это необходимый запас опыта для взросления личности. Вот, но мы пытаемся обезопасить, мы говорим, нельзя. В этот момент надо понять, это мои тараканы или реально ребёнку угрожает опасность. Конечно, нельзя ребёнку купаться в заливе, если он не умеет плавать одному. Но если у тебя ребёнок в 4 года уже призёр и занимается плаванием, и он знает, там, как плавать, что отпустить и смотреть на него ты можешь. Зачем ему? Ну, при этом оценив, да, все, конечно же... Да, оценив все риски. Но это абсолютно разные вот эти вот вещи. И часто, конечно, родительские запреты идут больше из страха, из своего негативного опыта. И я скажу сейчас страшную вещь, но это правда, из-за травмы несправедливости. Это же несправедливо, что у меня этого не было, а у моих детей это будет. Поэтому у них не будет. Это не потому, что мы не любим своих детей, а потому, что мы не можем уместить в своей психике то, что у нас некомпенсировано. То есть, ну, я не знаю, грубо говоря, девочке нельзя было ходить на дискотеке, и вот девочке уже 60, и ей также нельзя, и вроде как уже поздно, да? То есть, некомпенсировано. Поэтому и дочке, и внучке будут... Ну, им тоже будет нельзя. Но это не значит, что это действительно нельзя, да? Вот интересный такой момент. Мы прямо переплетаем своё детство с детством наших детей. Я думаю, что те слушатели, которые останутся с нами до конца этой программы, они поймут, почему мы это делаем. И так, в детстве, конечно же, было много того, что позволяло вам выжить, да? То, что давало вам такие своего рода костыли, и вы понимаете, что такое хорошо, что такое плохо, можно это или нельзя, и вы передвигаетесь. И вот вы подошли к возрасту отрочества. И что же здесь происходит? Ну, здесь вообще такой классный на самом деле период. Вот смотрите, ребёнок, поскольку он настроен на то, что всё, что даёт родитель, это, безусловно, любовь, он это принимает. И он не обращает внимания, а ведёт ли сам родитель себя так, как он говорит и требует от ребёнка. И бинго! Лет с 10-ти, с 12-ти он начинает понимать, что что-то, по-моему, меня обманывают. По-моему, мне что-то недоговаривают. По-моему, папа, который кричит, что нужно за собой убираться, везде раскидывает носки, например, и футболки, и не убирают за собой кружки и чашки. По-моему, мама, которая говорит, что нужно заботиться о маме, например, о себе не заботиться. И вот это какие-то я такие банальные вещи говорю, но психика, чем она больше подготовлена вот к скачку, к зрелости, тем больше вот этих вот наблюдений будет, а в чём вот это критическое вот этого мышления, а в чём же родители неправы? Или там, то есть, что же, то есть, в чём вот это разночтение их требований, и их естественных поведенческих реакций. И вот здесь возникает бунт, потому что те люди, которые меня любили, и я им искренне воспитывали, я им подчинялся, я им искренне верил, они меня обманули. И вот здесь начинается подростковый бунт. И поймите, что если он начался у ребёнка там вовремя, в 10, в 12, в 13 лет... У каждого будет свой возраст. У каждого будет свой возраст. Лучше этот возраст прожить. То есть ребёнок будет проверять, да, на практике все ваши устои. То есть что вот это такое было можно, что нельзя. Я буду прямо это пробовать на вкус, я буду продавливать, я буду смотреть на ваши реакции, я буду искать свои собственные ценности. Или то, что, например, ценно для вас, я буду обесценивать, потому что... Конечно. Ну, извините, я другая уже личность. Да, я другая личность, и всё-таки, всё-таки, когда вы меня воспитывали, вы меня обманули. Вот поймите, вот эта штука, это не потому, что там родитель что-то сделал не так, там или что-то. Просто ребёнку, чтобы повзрослеть, нужно начать с чего-то эту проверку. Если не будет восприятия какой-то вот обиды, какой-то несправедливости, если не будет вот этой вот точки, вот этого гвоздя, тогда зачем? Можно дальше слушать маму, папу, делать как можно, не делать как нельзя, получать от них плюшки, а потом родители умерли, тебе 45, и некому поменять памперсы. Это грустно. Это грустно, потому что я встречаю огромное количество людей во взрослых телах, даже в стареющих, я бы сказала. Не то, чтобы им что-то нельзя, а они... И не то, чтобы они ждут чего-то одобрения. Они до сих пор ждут, что родители, взрослые, которые заложили правила, они их возьмут и спасут от жизни. А годы идут, идут десятки лет, и ничего не происходит. Потому что ответственность за жизнь у каждого человека в его руках. И родители эту ответственность должны ребёнку отдать, когда он получает статус совершеннолетнего, и там уже просто наблюдать и помогать. Это сложно очень сказать, потому что... Ну, то есть это просто сказать, это сложно сделать, потому что хочется своё чадо от всего спасти, защитить и так далее. Но вы поймите, когда мы защищаем ребёнка от жизни, мы не даём ему жить. Тогда зачем мы его родили на этот свет? Ну, чтобы он не жил? Ну, тогда заведите рыбок. Ну, я такие вещи скажу. Хорошо, я слышу. И так в подростковом возрасте ребёнку просто необходимо проверить на прочность этот мир, и все те нельзя и можно, которые были. И найти подтверждение, подходит ему это или нет. Потому что, как ни крути, но все мы живём по определённым правилам. И эти правила у нас даже на государственном уровне описаны, они спущены. И говорят, вот, пожалуйста, соблюдаешь эти правила, живёшь спокойно. Не соблюдаешь эти правила, будут какие-то последствия. И вот этот процесс взросления, он, в принципе, естественный. Другое дело, что когда мы переходим из подросткового периода в я, взрослые, вот в эту функцию, не каждый... Ну, во-первых, мы смотрим, да, с чем мы пришли из этого детства и из этого отрочества, да. То есть какие мы травмы принесли. Но, как говорил дедушка Фрейд, если у вас были родители, то у вас, конечно же, есть и травмы. И он прав. И он прав. И через именно эти травмы мы узнаём себя. Мы себя узнаём, все свои плюсы и минусы, и мы именно с этим идём в период взросления. Так вот у нас тема «Я разрешаю себе». Итак, если я повзрослел, если я правильно пережил периоды детства, если я взбунтовался и проверил всё, что возможно в период подростковый, то я взрослый, когда я начинаю себе разрешать? Знаешь, здесь нельзя сказать такого вот «нет, что это какой-то возраст или какое-то событие или что-то ещё». Просто вдруг в какой-то момент ты открываешь глаза и понимаешь, что сегодня я решаю, что мне можно, а что мне нельзя. Почему это хорошо? Хорошо. Потому что у человека уже сформировалась психика, сформировалось тело, есть некий жизненный опыт, он понимает, что такое хорошо, что такое плохо, он знает, что такое закон государства, он знает, что есть другие люди, что у них есть свои чувства, свои желания, своё тело, свои границы, и уже исходя из этих знаний он может делать экологичный выбор. «Почему я разрешаю себе всё» является для старших поколений таким негативным контекстом. Да, мы часто это слышим. Потому что разрешаю себе… Что они себе позволяют? Да. «Разрешаю себе всё» – это распущенность, а распущенность приводит к чему? К ранним беременностям, к проблемам, к нарушению закона, к вредным привычкам и прочее. Но это сейчас не про взрослую личность. Вот именно. Но это всё случается как раз-таки с психологическими детьми и подростками. Со взрослым человеком, что бы ни приключилось, он знает, как с этим быть. А когда не знает, он говорит себе, я дам себе там, не знаю там, немножко времени побыть в этом, и я приму решение, что мне с этим сделать. Мне направо, налево, вперёд или назад. Что я хочу? То есть смотри, человек, если он взрослая личность, да, мы сейчас про позицию «я взрослый» говорим, говорит, я разрешаю себе, это не просто слова, это ещё, смотрите, зона, первое всего, зона ответственности. То есть то, что я сейчас буду делать, это мой выбор, это моя зона ответственности, это моё решение, и я готов к любым последствиям, которые там могут быть после этого разрешения. естественно, естественно, и я бы попросила не путать, я разрешаю себе всё, да, некая установка, с помощью которой мы ищем одобрение. некая такая бравада, некая бравада, да, что вот посмотрите на меня, я себе всё разрешаю, я там такая растакая вся, да, неземная там, траливаль, нет, не об этом, потому что это ничего другого, как попытка привлечь внимание определённого круга людей, ничего за этим нет. когда человек действительно себе что-то может разрешить, причём я разрешаю себе всё, как бы, да, всё это такое обобщение, всё ты себе всё равно не можешь разрешить, грубо говоря, потому что твоя жизнь коротка, и очень многого из этого всё ты не захочешь. Вот, поэтому я могу себе что-то разрешить, ты этим не бравируешь, ты не бегаешь с лозунгами, с флагом, там, не привлекаешь в свою секту других членов, нет, вообще не про это, то есть абсолютно вы понимаете, сегодня, здесь и сейчас, в моём возрасте, с моим состоянием здоровья, с моим жизненным опытом, с моим количеством там, детей там, не знаю, там, ещё какой-то социальной ответственности, я могу себе это позволять или нет? И если я могу, то я понимаю, что да, я это даю себе. И отлично, да, и от этого я выигрываю и становлюсь счастливее, там, да, или там, ещё здоровее, там, да, любимее, критерий может быть очень много, но если я себе это сейчас не могу позволить, да, то тогда по какой причине? Вот это тоже очень важный момент, да, то есть это, опять-таки, про позицию я взрослый, когда я, если это сейчас не разрешила себе, то я не заламываю, как говорится, локти, не начинаю их кусать, я сажусь и думаю, или там стою и думаю, да, а почему я себе не могу разрешить, что за запреты, что необходимо сделать, чтобы это разрешение я сама у себя получила. Да, да, действительно, то есть в этом плане, да, нужно, ну, вы поймите, ситуации разные, у нас у всех будут эти запреты, даже если нам их никогда не проговаривали, кроме там цвета глаз, волос, в наших клетках содержится информация о выживании в среде, и там всё равно будут ограничения, и мы будем с ними знакомиться, и мы будем с ними встречаться, и мы будем разделять себя и эти ограничения, вот, поймите, бывают же, вот, например, я работаю с женщинами, да, это 95% моих клиентов, бывает, что женщина приходит и говорит, ну, вроде всё со мной хорошо, ну, никто замуж не берёт, ну, что происходит? А были какие-то вот эти семейные системные истории, что замужем плохо, да, или, например, что точно нельзя, потому что вот прям, ну, одна хоть выживешь, а там вот вообще ещё не факт, да, а бывают наоборот, что бывают по поводу детей, да, там, в советское время, там, вроде как бы, это стыдно, много детей иметь, да, там, есть же как бы возможности их не иметь, есть же больницы, да, там и прочее, а когда женщина сейчас, например, рожает троих-четверых детей, на неё смотрят, как на больную, говорят, тебе что, больше ничем заняться? Ну, конечно, мы сейчас как бы не делаем пятилетку за три дня, нам есть время заняться детьми, я понимаю, но женщина, выбирая становиться мамой в третий, в четвёртый, в пятый раз, она будет всегда сталкиваться с этими ограничениями, потому что там, за плечами, у неё опыт предков, которые говорят, нельзя, не прокормишь, не выживешь, там, и так далее, и тому подобное, поэтому нам приходится отсоединяться и делать выбор. Ну и да, выжить с двумя детьми, наверное, проще, чем с четырьмя, ну, наверное, я предполагаю, потому что у меня такого огромного количества детей нет, но тем не менее, мы сталкиваемся с этим запретом. Вот смотри, элементарные вещи сейчас, про которые мы с тобой проговорим, да, то есть в практике мы видим, когда люди не разрешают себе говорить слово нет, то есть, и вот этот момент, что, а что, разве так можно было, да, когда они уходят после нашей сессии и говорят, я прожила там 30 с чем-то лет, и я не думала, что так можно было сделать, то есть вот эти вещи, потом дальше, например, когда ты выбираешь не кого-то из близких, там, да, мнение, решение, там, желание, да, а свое собственное, вот, конфликт поколений, конфликт в семье, и, естественно, я рекомендую в таких случаях продолжать стоять на своем, отдалять границы, сохранять дистанцию и продолжать реализовать, реализовывать то, что вам нравится, ваша мама никогда не проживет вашу жизнь, все, что она могла в своей жизни сделать, она сделала и продолжает делать, но она это делает своими ручками, своими ножками, своими глазками, своей головушкой, и надо это понимать, и мы точно так же, чем мы более реализованы сами, тем меньше нам хочется, чтобы что-то наше, делали наши дети, пусть они делают свое, пусть они делают то, что им нравится, пусть они реализовываются то, что им по кайфу, жизнь такая короткая, ребят, она очень короткая, если мы ее потратим на то, чтобы реализовывать иллюзии, которые у нас были заложены в семье, в силе каких-то обстоятельств, то зачем тогда жить, для чего, конечно, будет этот конфликт, и обвиняют в том, что ты делаешь только свое, что там, ты такая эгоистка, ты там такой-растакой, да что там с тобой не так, но вы поймите, что если мы не выберем в этот момент себя, у нас большой шанс не прожить эту жизнь, от слова совсем, от физического слова совсем, потому что, когда психика теряет вот этот вот запал, этот смысл, это ядро существования, то тело начинает разрушаться, не важно, сколько тебе лет, 13, 50, 80, не важно, сколько, я немножко от темы отойду, вот этот подростковый бунт, подростковый протест, вот эти вот все случаи анорексии, да, вот в юношестве, вот эти вот все булемии, вот эти вот, ну, такие саморазрушительные программы, Да, саморазрушительные программы, потому что есть некие ограничения, с которыми ребенок не может справиться, ему проще выбрать уже не жить, хотя у него столько психологических, физических ресурсов здоровья, куча, масса, но ему ничего нельзя, и он находится в этой замкнутой системе, поэтому он выбирает не жить. Итак, грамотно прожитый период детства, подростковый, подростковый период, а также моменты взросления. Вот смотрите, начинаем мы иногда прямо с элементарных вещей. Многие же даже не задумываются, в принципе, ну, как бы так жила моя бабушка, так жила моя мама, так буду жить я, да, и, в принципе, если у тебя внутреннего конфликта, здесь никакого нет, ну, слава богу, ну, значит, живи, и все у тебя предопределено, и будь счастлив, да, но если ты вдруг понимаешь, что у тебя есть свой собственный путь, свое собственное мнение, свой взгляд на все происходящее, то это тоже, это великолепно, ты проживаешь свою собственную жизнь, разрешая себе на каждом этапе жизненном то, что тебе сейчас в данный момент необходимо, получая от этого ресурсы, удовольствие, да, ну, и, как говорится, каждый раз ставишь себе плюсик, там, да, образно говоря, что и день был счастлив, и день был прекрасен. да, я думаю, что так оно и есть, я хотела бы еще вот уточнить такую вещь, очень важную, так бывает, что мы бы хотели, и мы готовы соблюдать все правила, но что-то пошло не так, да, бывает, и нам, у нас сбой в программе, и нам нужно в новых экстремальных ситуациях сохранить себя и созидать что-то вокруг, и вот как раз-таки в этом моменте, опять же, проверяются, да, вот эти вот запреты, хорошо, плохо, можно, нельзя, вот, и на этом моменте, вот, в острую кризисную точку всегда происходит рост, вот, над этой какой-то системной историей, и не знаю, к сожалению или к счастью, сейчас такое время, что у тебя не получается просто жить так, как жили твои предки, да, всегда что-то происходит, что эти стратегии уже не актуальны, не рабочие, тебе приходится вырабатывать новые, свои собственные, конечно, конечно, чтобы что-то новое своим детям, внукам, правнукам и так далее передать. Вот смотри, Маша, еще хотелось бы прям проговорить для наших слушателей, есть, мы с тобой сталкиваемся, это и в профессиональном сообществе, да, и видим это в своих практиках, когда человек как бы заявляет себе о том, что, ой, вы знаете, я эту тему уже прожил, да, я себе разрешаю все, да, хотя мы видим, что это не, это всего лишь слова, да, то есть есть понятия такие, как иллюзия разрешения, есть действительно разрешение, вот чем они отличаются? Ну, давайте так, да, если ребенок ничего не может увидеть, кроме того, что как бы папа, мама любят, да, и правильно, то взрослый человек может отличить, я сейчас такое слово скажу, психологическое, неконгруентность, то есть несоответствие слов и действительности, например, я себе разрешаю там, ну, я не знаю, жить богато, ну, предположим, и у тебя кеды с китайского рынка, это странно, потому что это не признак богатства, человеку, которому без разницы, в каких он кедах, потому что он может ходить в них где угодно, вот, что в Париже там, что в Бразилии там, без разницы, он никогда не будет вообще запариваться о том, разрешает он себе это или не разрешает, у него это уже просто априори есть. Когда мы говорим о каких-то вещах, то есть вот иллюзия разрешения, вот смотрите, иллюзия разрешения, это я как будто себе разрешила отдохнуть. Как будто. Как будто. То есть и результат у меня будет, как будто отдохнула. Если я действительно отдыхала, у меня изменится цвет лица, тонус мышц, появится настроение, когда появятся физические силы, если я сдам анализы, и у меня действительно был качественный отпуск, отдых, они покажут более высокие показатели полезных веществ, и это будет я отдохнула. проверка реальностью пройдена. Если же я как будто отдохнула, это шла спать в 10, чтобы выспаться, в итоге пока до спальни шла, там прибиралась, там готовила, собирала детям рюкзаки, заранее завтраки, легла пол первого, я как бы отдохнула. потому что по факту я не сделала ничего, чтобы спать, лечь вовремя. Правильно? То есть прямо на таких житейских, да, вещах мы можем проверить своё? Естественно. Естественно. Потому что на каких-то умозаключениях, умозрениях, беседах это не видно. Посмотри, пожалуйста, ты заходишь к человеку в дом, посмотри, как он живёт, будет всё понятно. Ну, это не о богатстве, не о бедности, это о неких... Установках, да? Внутренних, да. Внутренних состояниях. Это нехорошо и неплохо. Человеку в этом нормально. То есть для меня нормально жить вот в хаотично раскиданных вещах. Я люблю, когда всё прибрано, но как только кто-то придёт и всё приберёт, у меня обязательно будет хаос. И для меня это нормально, это моя норма. В другой ситуации я не дышу. Семья, в которой я выросла, белые подоконники, белые окна блестящие, белые балконы, там, неважно, осень, весна, зима, что происходит, белые двери, белые полы, белые обои, это десятилетиями стоит, это всё белое, это всё чистое, это всё на своих местах. И для меня это слишком тесно, быть в этой рамке. То есть и по моему дому видно, на что я себе откровенно разрешаю не делать, чтобы делать что-то другое. Чтобы делать что-то другое. Каждый выбирает свой собственный образ жизни, свой собственный сценарий, и он является автором. Вот очень важно, чтобы авторство оставалось за вами, чтобы вам никто не навязывал роли, чтобы вам никто не навязывал сцены, которые вы должны отыграть или же не отыграть. Вот именно я себе разрешаю, так называется сегодняшняя наша тема. И знаете, многие, особенно мужчины, смеются, когда женщина встаёт перед зеркалом и говорит, я разрешаю себе быть счастливой, я разрешаю себе говорить правду, я разрешаю наслаждаться этой жизнью, я разрешаю говорить себе нет, если мне это не нравится. И у каждого, независимо от гендера, будет свой собственный список вот этих самых разрешений. Конечно же, никто уже не, если вы взрослый человек, никто уже вам не скажет, я не разрешаю тебе. Да. Нет, могут сказать, но это не будет иметь силы. Да. Это не будет иметь никакой силы, это не будет иметь влияние. Это вот, например, прямо сейчас, да, из практики, например, когда муж может сказать жене, я не разрешаю тебе пойти в гости. Да. Ну, нужно говорить, да, насколько вообще экологичны такие отношения, потому что, ну, потому что... Да, или жена, например, говорит, что я не разрешаю тебе на рыбалку поехать. Да, и на самом деле мы здесь должны смотреть, почему не разрешаю. Потому что это тема, да, для такого откровенного разговора, то есть почему, почему, то есть как бы я за что-то переживаю, мне мало внимания. И если люди об этом поговорили, то, наверное, можно и рыбалку, и в гости просто компенсировать тот дефицит в своих отношениях, которые есть. Вот. И так бывает, что когда люди начинают разговаривать, они понимают оба, что эти дефициты они друг другу не могут компенсировать, и сами себе не могут компенсировать, и пазл начинает рассыпаться. Но это жизнь. Это жизнь. Но с этим можно работать. С этим можно и нужно работать, но здесь дело не в разрешении. Здесь дело в том, что мы пытаемся для своих партнёров периодически выполнять роль родителя, и то, те рабочие инструменты, которые работали с нами, когда мы были маленькие, они сработают с нами, когда мы будем во взрослом теле, но ещё не совсем зрелой психики. То есть много очень лет психотерапии, и я до сих пор реагирую на какие-то вот вещи, вот, и до сих пор мне жизнь подкидывает проверки, чтобы я сказала, эй, слушайте, ребят, ну, давайте как бы... По-взрослому. Давайте по-взрослому, да, я уже разменяла четвёртый десяток, и, собственно, я уже не буду играть в эти игры. Хотите, играйте. Это ваша песочница, я пошла. Вот именно так можно и поступить, да. Это потому, что твоя собственная жизнь. Сегодня вместе с телесно-ориентированным психологом Марией Лялиной мы раскрывали тему «Я разрешаю себе». Желаем вам взросления, желаем вам счастья и всего того, чего вы только сами захотите. Мне хочется пожелать делать выбор и радоваться той ответственности, которая у нас есть, что всё-таки этот выбор остаётся за нами. Спасибо большое, Маша. Всем любви, здоровья и счастья. Это была программа «Практическая психология». До встречи. Практическая психология. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова